Сказки Ирины Тюниной Сказка о возникающих трудностях. Бороться с ними или бояться их? Жили-были три котёнка. Белый, рыжий и чёрный. Белого котёнка, самого пушистого и нежного, звали Барсик. Второго, рыжего забияку, звали Персик. А третьего, чёрненького, звали Мурзик. Каждый день котята играли у себя во дворе. Как-то раз Мурзик сказал, а давайте пусть наш домик будет не домик, а неприступный дворец. А возле него будет ходить охрана. Каждый день кто-то из нас будет царём. Кто-то советником царя, волшебником и магом, а кто-то будет охранником. Ура! Обрадовались котята. В эту игру мы ещё не играли. И они с удовольствием взялись за дело. Сшили мантию для царя. Коробку из-под обуви превратили в трон и украсили его кусочками цветной бумаги. А вместо короны взяли консервную банку. Персик тут же натянул её себе на лоб. «Так, я сегодня буду королём!» – скомандовал он. «Хорошо!» – не возражали котята. Они продолжили создавать костюмы. Для мага и волшебника нашли игрушечную шляпу и мантию. Волшебной палочкой стал чупа-чупс, а охраннику в качестве ружья отлично подошёл карандаш. Итак, игра началась. Царь одел мантию и сел на трон. «Ха-ха-ха! Да это же не трон!» Да нет же! Он сел в трон. Барсик и Мурзик засмеялись, а Персик, царь, громко и важно сказал. «Ну и что, что трон большой! Зато я, царь, буду сегодня здесь приказывать!» «Ты!» – сказал он Барсику. «Ступай охранять дом!» «А ты показывай мне фокусы!» – приказал он Мурзику. Барсик взял карандаш-рышьё и пошёл охранять царский дворец. Как вдруг, откуда ни возьмись, во двор вбежал гром! «Вы думаете, это кто?» «Да это щенок из соседнего двора!» А назвали его так, потому что он очень громко лаял. Увидев грома, Барсик присел от неожиданности, потом выгнул спину дугой, зашипел, а потом, бросив карандаш и забыв, что он охранник, побежал, стремглав домой. В это время Мурзик показывал королю один фокус за другим. Барсик сбил Мурзика с ног и спрятался в коробке. Затаился! Только трясущиеся и торчащие из коробки уши выдавали его. «Как ты посмел оставить пост?» – возмутился Персик. «Там, там!» «Да кто там?» «Там кто-то такой страшный, большой и зубатый!» Персик и Мурзик выглянули во двор, но никого не увидели. «Надо вам сказать, что гром был не только громким, он был еще и очень быстрым. И вообще-то он даже не увидел Барсика, потому что бежал за мячиком. Поймал его и сразу бежал к себе во двор. «Там никого страшного нет!» – сказал Персик. «А я все равно боюсь и никуда отсюда не выйду!» – сказал Барсик и продолжал трястись от страха. Весь день он сидел в коробке и боялся. А утром Персик сказал. «На, трусишка, корону!» – он водрузил на Барсика консервную банку. «Будешь сегодня трусливым царем, а я буду охранником!» Он взял воображаемое ружье и вышел из дворца. «И что сегодня делать мне?» – спросил Мурзик у Барсика. «Сделай мне, пожалуйста, волшебную воду, которая сделает меня, ну, хоть чуть-чуть смелее!» – попросил Барсик Мурзика. «Хорошо!» – согласился Мурзик-волшебник и стал проводить химические опыты. У него что-то кипело, что-то бурлило, то там, то тут появлялись и лопались пузыри. Вода превращалась то в синий, то в желтый, то в зеленый цвет. Было так интересно! А Барсик все боялся и боялся. Только его глаза, выглядывающие из коробки, бегущие слева направо и справа налево, выдавали его интерес. Но даже они вмиг закрывались, когда у Мурзика что-то хлопало или цокало. Не успел Мурзик сделать волшебную воду храбрости, как... «Гап-гап-гап!» – раздался во дворе лай грома. «Вы думаете, Персик тоже испугался, бросил карандаш и убежал?» «Как бы не так!» Он бросился в атаку на щенка. Что тут началось? Шум! Гам! Щенок и котенок сцепились в драки, и никто не хотел уступать. Виск! Крик! Короче, полный кавардак. Прибежали хозяева, разняли дерущихся и отнесли каждого в свой двор. Гром был наказан за то, что дрался с котенком. Ему строго-настрого запретили забегать в соседний двор. Персик пришел во дворец победителем. Хотя слово «победитель» соответствовал только его горделивый взгляд, так как его шкурка из пушистой превратилась в ободренную. Наступил третий день. Мурзик взял карандаш и смело пошел охранять дворец, внутри которого по-прежнему сидел в коробке и боялся выйти наружу барсик, одетый в мантию и с короной на правом ухе. Персик тоже находился внутри домика дворца, но он уже не хотел играть в царя, мага и охранника. Ему было интересно посмотреть, придет к ним во двор гром или нет. И очень хотелось узнать, как поведет себя Мурзик. Испугается, как барсик? Или как он смело ренится в бой? А вы как думаете? Давайте посмотрим, что же было дальше. Мурзик ходил вокруг домика дворца. Ходил, 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 а грома все не было. Так прошел час. Второй. Персик уже стал скучным в домике. И только он решился из него выйти, как за калиткой появился любопытный глаз щенка. Он осмотрел двор, увидел Мурзика, подумал. Еще подумал. Вспомнил, что ему запретили заходить во двор. Не, ну это неправильно, думал он. Запрещать мне гулять во дворе. И вообще, это не я напал на котенка, а котенок на меня. Я же просто бегал и гавкал. А для тех, кто не понимает сейчас того, что я говорю, перевожу. Я гавкал не для того, чтобы напугать, а просто у меня было хорошее настроение. А когда у меня хорошее настроение, я гавкаю. И тут он обратил внимание на необычный домик, вокруг которого ходил важный черный котенок с карандашом на плече. «Что это такое?» – удивился Гром. «Еще два дня назад этого здесь не было. Эх, так хочется посмотреть! Вдруг там спряталось самое-самое интересное!» Ему стало очень любопытно. Он прилег, пытаясь распластаться на земле, и очень аккуратно стал подкрадываться к домику. Ему было настолько интересно, что он не заметил, как сзади к нему подошел Мурзик. «Стоп! Кто ползет?» – спросил Мурзик. «Я!» – сказал Гром. «Меня зовут Гром. А тебя как зовут?» «Я Мурзик!» – ответил котенок. «И сегодня я охраняю этот домик-дворец. А тебе что тут надо? Ты чего подкрадываешься?» «Я!» – тут щенок шмыгнул носом. «Да я сегодня увидел только, что во дворе появился этот домик. Мне так интересно, что там внутри!» – мечтательно произнес он. «Что там, а? Можно посмотрю?» «А ты не будешь обижать Барсика?» – спросил его котенок. «А кто это Барсик?» – удивился Гром. «Как? Ты не знаешь Барсика?» – удивился котенок. «Это же мой брат! И позавчера он тебя так сильно испугался, что до сих пор трясется от страха, спрятавшись в коробку». «Странно!» – сказал щенок. «Я же его не видел! Как он мог меня испугаться?» И тут он вспомнил, как забегал во двор за мячиком и, гоняясь за ним, сильно гавкал. «Но никакого котенка-то он не видел!» «Честно, честно!» – уверял он. «Хорошо, верю!» – сказал Мурзик и спросил. «А ты будешь еще драться с Персиком?» «А это кто?» «Это тоже мой брат. Вы с ним вчера дрались, катаясь по двору клубочком». «А-а-а-а!» – гром вспомнил вчерашнего рыжего котенка, его горящие глаза, его острые когти и зубы и сказал. «Так это он на меня напал, а не я на него!» «Ты поговори с ним! Если он не будет на меня нападать, так и я не буду!» «Хорошо!» – ответил Мурзик. «Жди!» Он пошел к домику, открыл дверь и вошел вовнутрь. «Ну как? Ушел?» – спросил его Барсик. «Ну как? Он здесь!» – вытираю лапки, спросил его Персик. «Так», – сказал Мурзик, – «слушайте, что я вам скажу. Вы сегодня не играете в нашу игру, значит, я сегодня и охранник, и царь, и маг. Как охранник я сегодня честно охранял наш дворец. Как маг я поговорил с громом. Так зовут щенка, с которым ты дрался – это он сказал Персику, и которого ты боишься!» – это он сказал Барсику. «И выяснил, что он просто хочет с нами дружить, играть вместе с нами. А как царь…» Тут он снял с уха Барсика консервную банку, корону, и одел ее себе на голову. Потом накинул на себя царскую мантию и добавил. «Я повелеваю вам выйти из домика и познакомиться с громом!» «Тебе!» – сказал он, обратившись к Барсику. «Не стоит его бояться!» «А тебе!» – сказал он, обратившись к Персику. «Не стоит на него кидаться!» «Все понятно!» «Понятно!» – ответили Барсик и Персик. Они вышли из домика. На улице их ждал гром. Когда котята вышли, он вначале присел, потом помотал головой, перепрыгнул с места на место, виляя хвостиком, гавкнул, потом встал в красивую стойку, громко и вешливо сказал «Меня зовут Гром, давайте дружить!» «Это Барсик!» – сказал Мурзик, подталкивая Барсика поближе к Грому. Барсик упирался всеми четырьмя лапами. Но Мурзик был настойчив. Тогда Барсик закрыл от страха глаза и вдруг почувствовал, что его больше не толкают сзади. Он приоткрыл глаза. И тут неожиданно гром его лизнул. Просто так! Знак дружбы. От подбородка до самого лба. Мокрым языком. Фу! Барсик встрепенулся, но не испугался. «Барсик!» – представился он, глядя на Грома открытым левым глазом. «Гром!» – ответил щенок и лизнул его еще раз. «Если он меня лизенет!» – возмутился Персик. «Я ему расцарапаю глаза!» «Мяу!» «Успокойся!» – вмешался в разговор Мурзик. Гром просто хотел сказать Барсику, что он его друг, его не надо бояться. «А я его и так не боюсь!» – храбро сказал Персик. «Хорошо! Тогда подойди и подружись с ним!» – попросил его Мурзик. «Ну ладно!» – ответил Персик. Он с недовольным видом подошел к щенку и сказал. «Хорошо! Давай дружить! Я – Персик!» «Гром!» – ответил щенок. «А теперь, когда мы подружились, давайте в догонялки играть!» «Я догоняю!» – гав! «Ура!» – ответили котеты, размещались в разные стороны. Гром растерянно посмотрел по сторонам, гавкнул. Потом встряхнул головой и, оттолкнувшись от земли всеми четырьмя лапами, подпрыгнул вверх. Сказывалась эта сказка, да намекала. Неважно, какой ты котенок, ну или ребенок, белый, рыжий или черный, а важно, чтобы ты при встрече со щенком с трудностями научился не бояться его, не кидаться на него, а мог принять правильное решение. Трудности бояться – вперед не идти. А селишь трудности – увидишь радости. Смелым трудности не страшны. Мы не можем изменить обстоятельства, а вот кем стать в трудной или необычной ситуации – выбор каждого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова